добрый день друзья с вами канал дали от города и я не на коновалова ну продолжаем собирать урожай и я делаю видео отчеты и сегодня речь пойдет о сладком перце здоровья ну вот собрала я его немножечко и хочу конечно рассказать об этом сорте и настоятельно порекомендовать и его купить на следующий год если в этом году вы его не посадили до этого я рассказывала вам о хорошем очень таком сладком перце как аду который имеет такой ярко выраженный аромат и специфический вкус рассказывала я перце калифорнийское чудо в общем перцы я сажаю много и мне бы еще хотелось бы рассказать о перце оранжевый бык а сладком перце титан но не могу я это сделать и клякса потому что ну например оранжевый бык и клякса мы активно употребляем пищу и кусты небогато увешанные плодами ну как только пойдет еще какой-то там второй третий срез обязательно сниму а например сладкий перец титан он еще не созрел хотя ростом практически выше меня значит стараюсь я покупать семена проверенных агрофирм седек покупаю я поиска элита а гавриш мне очень нравится фирма в общем покупаю семена от проверенных агрофирм и не через интернет а стараюсь все брать только в садоводческих магазинах либо в магазинах где есть садоводческие отделы и так вернемся мы к сорту сладкий перец здоровья кстати для тех кто не знает я хочу вам сказать что я бы сладкий сорт здоровья и сладкий перец павлина наверное сравнила между собой как практически одинаковые по вкусу идентичные и по выращиванию и по зрелости технической зрелости в общем допустим если павлина там 100 дней то здоровье ультра скороспелые 85 дней но вкусовые качества формы а практически одинаковы и так вернемся к сладкому перцу здоровья и я сейчас вам расскажу о нем дам краткую характеристику и почему я настоятельно рекомендую его покупать но здесь небольшая кучка вообще я хочу сказать что мы его едим уже очень очень давно потому что сладкий перец здоровья это ультра скороспелый сорт сладкого перца поэтому я буду показывать свои кустики они не обильно увешаны перчиком мы понимаем до относимся адекватно к этой ситуации мы его употребляем в пищу но я не могу же держать и все плоды ровно до того момента пока у меня придет время снимать видео обзор и так сладкий перец здоровье имеет плоды небольших размеров они такие знаете как вытянутой формы со слабой волнистостью и размер плода наверно 10-12 сантиметров диаметре шесть с половиной семь сантиметров и вес небольшой 35-45 грамм овощ имеет очень тонкую и нежную кожицу мне это очень нравится в этом перце и сочные стеночки несмотря на то что они тонкие они по толщине достигают не более 4 миллиметров в зависимости от степени зрелости они сначала приобретают такой желто-зеленый оттенок но при полном созревании семян цвет меняется на красный сами по себе кусты отличаются полу раскидистой формой и довольно значительной высотой где-то полтора метра метр 70 могут вырасти поэтому лучше всего выращивать их там где есть возможность привязать на шпалере и обязательно подвязывать по мере роста этот перец можно выращивать и в открытом грунте и в теплице но и самое главное этот перец имеет не только отличные вкусовые качества и высокую сохранность этот перец сладкий устойчив ко многим огородным заболеваниям это очень важно по срокам созревания практически не имеет себе равных его плоды в технической зрелости можно употреблять в пищу где-то 75 дней после проявления всходов если нужно дождаться биологической зрелости когда полная окраска плодов красная то придется подождать еще где-то 20-30 дней то есть 100 110 дней от сходов ваши кусты будут усыпаны симпатичными красными некрупными перчинками идеально подходящими для фарширования для употребления в свежем виде для консервации для переработки в общем этот перец подходит для всевозможных кулинарных применений несмотря на его небольшие размеры с одного квадратного метра можно прекрасно собрать 5 килограмм урожая и сорт обладает хорошим иммунитетом но я об этом уже сказала хорошим прекрасным иммунитетом к разным заболеваниям сколько выращиваю перед здоровья кстати и павлина никогда эти перцы не болели вершиной гнили вернусь к вкусовым качеством этого перца вот знаете когда перчик достигает технической зрелости то он абсолютно не горчит конечно а в крат когда он красный тон ну вкуснее и имеет характерный такой запах сладкого перца но тем не менее для консервации я бы все-таки рекомендовала дождаться когда он уже дан вот будет таким красным цветом то есть для консервации для заморозки но а для нетерпеливых таких как мы мы употребляли в пищу когда он уже был светло-зеленого цвета ну давайте наверное я сейчас быстренько пробегусь по положительным моментам выращивания этого сладкого перца ну и наверное все таки отмечу какие-то отрицательные моменты преимуществом этого сорта относятся стопроцентная схожий семян сколько я семян не сажаю всегда стопроцентная всхожесть хорошая зависть плодов при недостатке солнечного света о том что перед здоровье имеет отменный вкус плодов и я уже сказала высокий урожай хорошие сохранные качества иммунитет большинству заболеваний которые присущи огородным культурам но к недостаткам я хочу отнести что тонкую толщину перца 4 миллиметра где-то стенок перца и небольшой размер но вообще это на любителя да вот мне например нравится фаршировать перчик вот такой и мне нравится замораживать на зиму в целом виде перчик вот такого размера но мы выращиваем ведь и крупные перцы и маленького размера перцы и вот как аду который вообще имеют такой интересный вид то есть допустим у меня на участке растут перцы абсолютно и разных оттенков и разных цветов поэтому чем мне нравится этот перец ультра ранний ультра скороспелый через 70 дней его мы употребляли в салаты в свежем виде и насыщали свой организм витаминами другие кустики оставляли с плодами вот пожалуйста уже красные цвета сейчас я буду и замораживать в целом виде для того чтобы зимой фаршировать и резать на кусочки замораживать и просто кушать ну в общем буду заниматься консервацией теперь а в каких регионах можно его выращивать ну конечно же в южных регионах но это не самое главное самое главное то что этот перец выращивается и в других регионах в северных регионах например он идеально подходит для климата сибири урала средней полосы россии потому что он абсолютно неприхотлив в уходе неприхотлив к климатическим условиям прекрасно переносит перепады температур похолодания ну и конечно же у него высокие потребительские качества этот перчик популярен среди дачников и огородников уже очень много лет ну наверное лет 30 это точно если я не ошибаюсь и кстати он внесен в госреестра где-то с 1986 года если мне не изменяет память поэтому он такой популярный и несмотря на то что сейчас есть перцы такие красивые богатые богатым внешним видом в общем все равно мне нравится сажала сажаю и буду сажать но если вы не найдете этот перчик то я еще раз повторюсь я рекомендую вам купить перец павлина вот у меня есть перец сладкий павлина он конечно не такой ультра спелый но по вкусовым качествам и по размерам практически такой же как и здоровья ну конечно купите и тот и тот сорт и те и те семена уверенно вам понравится ну что еще один видео обзор касаемо перца я сняла надеюсь придет время когда я сниму вам и про оранжевый бык и про перец титан очень хочется когда он просто понимаете очень долго зреет очень хочется этот сорт мне снять для вас и знаете что еще а клякса ноут кляксу не могу вам показать потому что мы практически его весь съели а он очень интересный сорт но я вам покажу покажу как он выглядит тут один в один так он выглядит только крупные плоды у нас в этом году получились том году не такие крупные но все равно у меня перец этот шикарно цветет и когда придет время созревания новых плодов я обязательно их оставлю и сниму видео обзор вот и все друзья я желаю вам хорошего настроения крепкого здоровья богатых урожаев всего доброго до свидания